Инга была женщиной с твёрдыми принципами и твёрдой хваткой. Она привыкла держать всё под контролем, и её богатство лишь укрепляло её власть. Как вдова известного бизнесмена, она всегда гордилась своим положением в обществе и умением управлять не только делами, но и людьми. У неё был единственный сын, Иван, которого она вырастила в строгости и дисциплине. Она всегда говорила, слабости в этом мире не прощают, особенно мужчинам. Именно поэтому Иван вырос серьёзным, дисциплинированным и немного отстранённым человеком. Когда Иван женился на Кате, Инга, сжав зубы, приняла этот брак, хотя сразу же посчитала невестку недостойной своего сына. Катя казалась ей слишком простой, слишком мягкой для такой семьи. Инга считала, что её сын заслуживает женщину, которая сможет вдохновлять его на великие дела, поддерживать его амбиции, быть с ним на одной волне. А Катя, она была обычной учительницей, скромной, с большими зелёными глазами, которые смотрели на Ивана с такой любовью и преданностью, что это раздражало Ингу ещё больше. «Что она может ему дать?» — думала свекровь. С самого начала семейной жизни Инга вмешивалась во все аспекты их брака. Она приходила в гости без предупреждения, проверяла, как Катя ведёт хозяйство, критикуя каждый шаг. «Почему у тебя в доме так не убрано?» — произнесла она однажды, когда на полу лежала всего пара детских игрушек. Или «Мой сын привык к лучшему. А ты что ему готовишь? Это не еда. Это какое-то недоразумение». Катя старалась не обращать внимания на эти замечания, но каждый раз, когда Инга уходила, в душе Кати оставался неприятный осадок. Катя понимала, что свекровь её не любит, но старалась всё равно быть вежливой и терпеливой ради Ивана. Он был для неё всем. Но Иван, уставший от бесконечного давления на работе и дома, часто не замечал, что его жена страдает. Он думал, что если мама критикует Катю, то это из лучших побуждений и что время всё исправит. Но время шло, и вместо улучшений между свекровью и невесткой росла пропасть. Инга становилась всё более требовательной и критичной. Она никогда не упускала случая уколоть Катю. «Знаешь, Иван мог бы жениться на дочери наших партнёров, но выбрал тебя», — сказала она однажды за семейным ужином. Катя замерла, сдерживая слёзы, но промолчала, только опустив взгляд в тарелку. Иван ничего не сказал, продолжая есть, словно не слышал этих слов. Это молчание резануло её сердце. В тот момент Катя поняла, что одна в этой борьбе за право быть женой и матерью в доме, где всё подчинено воле свекрови. Однажды, когда Катя готовила ужин, Инга вошла на кухню и начала говорить, что её сын заслуживает лучшего. «Ты не понимаешь, Катя, как нужно заботиться о мужчине. Иван работает день и ночь. А что ты ему предлагаешь? Гречку? Это никуда не годится». Катя сжала зубы, продолжая помешивать суп, но внутри у неё всё кипело. «Когда ты уже поймёшь, что ты ему не пара?» Инга продолжала свои язвительные замечания, не замечая, как слёзы наворачиваются на глаза невестки. Это было унизительно. Но за тем, как это бывает в жизни, всё изменилось. Инга, привыкшая командовать и манипулировать, неожиданно оказалась в ситуации, когда её влияние перестало работать. Однажды она поскользнулась на мраморном полу своего роскошного дома и сильно повредила ногу. На первый взгляд это казалось пустяком, но с возрастом такие травмы могут обернуться серьёзными последствиями. Врач сказал, что ей потребуется операция и длительная реабилитация. Инга ненавидела больницы и зависимость от кого-либо, но выбора не было. Она надеялась, что Иван оставит все свои дела и будет ухаживать за ней, но у него были свои проекты и обязательства. Он помогал матери в меру своих возможностей, но на долгие ежедневные визиты времени у него не было. Инга вдруг поняла, что всё её богатство не может дать ей самого важного – человеческой заботы и тепла. И что же оставалось ей? Её гордость не позволяла просить помощи у Кати, той самой женщины, которую она так долго унижала и презирала. Но реальность была такова, что у Инги не оставалось других вариантов. Когда Иван на очередном семейном ужине робко спросил Катю, «Ты могла бы помочь маме, пока она восстанавливается?» Его голос звучал неуверенно, словно он боялся, что жена откажется. Но Катя не отказалась. Несмотря на всё, что она пережила из-за свекрови, она не могла оставить человека в беде. «Конечно, я помогу», – ответила она мягко, хотя в глубине души это решение далось ей нелегко. Первый день их совместного времени прошёл в натянутой тишине. Инга была слишком горда, чтобы выразить благодарность, а Катя чувствовала себя неловко, оказывая помощь человеку, который столько раз ставил её на колени морально. Но день за днём что-то начало меняться. Инга, видя, как Катя терпеливо заботится о ней, не проявляя злости или обиды, начала размышлять над своим поведением. Она никогда не ожидала от невестки такого благородства. В какой-то момент она осознала, что её собственная гордость и высокомерие стали преградой для настоящих искренних отношений. Однажды вечером, сидя в кресле, Инга неожиданно произнесла. «Знаешь, Катя, я думала, что ты никогда не подойдёшь для нашего рода. Но теперь я понимаю, что ошибалась». Катя, удивлённая столь неожиданным признанием, посмотрела на свекровь. Она не знала, что сказать, но в её глазах мелькнула искра понимания. Инга продолжила. «Я всё это время считала, что знаю, как лучше для Ивана, как лучше для всех нас. Но я не знала тебя. Я видела только свои ожидания и амбиции. И только теперь, когда я осталась беспомощной, я поняла, что настоящая сила не в деньгах или власти, а в способности быть рядом, несмотря ни на что». Катя слушала её, и в её сердце зародилось нечто новое. Это было не просто прощение, а чувство, что она наконец-то нашла своё место в этой семье. Инга, видимо, впервые в жизни признала свою слабость, и это стало для неё началом новой главы. Прошло несколько месяцев. Инга полностью выздоровела, но отношения между ней и Катей уже никогда не были прежними. Это было не примирение, не волшебное преображение свекрови в добрую фею, но их взаимное уважение стало основой для нового уровня общения. Инга больше не унижала Катю, и хотя ей было сложно полностью изменить своё поведение, она старалась быть менее критичной и более благодарной. А Катя научилась защищать свои границы, не теряя при этом доброты. Она поняла, что иногда человек нуждается не в наказании за свои ошибки, а в возможности увидеть свои заблуждения и исправить их. Это не всегда легко, но в этом и заключается сила настоящих отношений.